Мы на месте. Мы приветствуем Катрину и интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам в свое биополе наперед сеанса. Да, готова. Посмотри визуально, что мешает. Ну, она закрыта вся, у нее то ли голограмма, то ли какая-то конструкция такая, что она вся как в каких-то коробках, потом она меняется на голограмму. Хорошо, скэнер, разрежь эту голограмму, включая все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, связанные с голограммой, они пульсируют, скэнер их видит, скэнер выводит это все и формирует шар из этой голограммы и всех чипов, датчиков и имплантов. Шар формируется перед Катриной. У нее выходит и отстегивается шея, здесь места по чакрам идут, у нее под ключикой это идет, она как при... Это гуманоиды, гуманоиды или ящер, только они делают такие вещи. Вышло. Отправляю в клетку, тюрьму, больше ничего не мешает. Нет. Скэнер, дай мне на начало работы полноты души Катрины. 96. 4% они вполне возможно лежат в этой голограмме конструкции. Даю команду на 4, скэнер сканерит пространство над головой Катрины под ногами, 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чушеродные энергии, любые воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьму и ответственность за эти подключки воздействия энергии притягивается в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Скэнер сканерит систем тонких тел Катрины, находит все. Здесь бес. Бес. Инсектоид. Инсектоид. Гуманоид и ящер все. Вот, гуманоид и ящер. Откуда ты гуманоид? Куда. И что ты здесь делаешь? Экспериментирую. Серьезно? У тебя есть разрешение на эксперименты от нее? Она давала свои согласия? А ты думаешь, что это моя конструкция несерьезно выглядит? Хорошо. Начнем еще раз. Откуда ты гуманоид с Утой, ты мне сказал? Как долго ты находишься в этом биополе? 5 лет. 5 лет. Ты исполняешь заказ ящера или у вас договор? Ящер наблюдателя, но я делюсь с ним кое-чем. Хорошо. Какой у нас ящер, Вера? 280. 280. Гуманоид, я отправлял уже частички души за пределы этого биополя. Я же сказала, я делюсь с ящером именно поэтому здесь не только частички души. Биомассу. Биомасса. То есть та биомасса, эти 4%, которых сейчас не хватает, они не находятся в этой конструкции, они находятся в вашем мире, правильно? Нет, неправильно. А где она находится? Я обменял 2% души и часть биомассы. Поделился с ящером. Хорошо. У него спроси, где они находятся. У ящера находится 2% и 2% должно находиться тогда, соответственно, в этой конструкции. Соответственно. Даю команду тонкой копии Катрины спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Выстраиваются также каналы к этой голограмме. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низкооперационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Катрине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. И усилие потоки в 50 раз. Посмотри, что к кому идет. Ну, от нее возвращается к этой голограмме. Да. Какая-то энергия тяжелая, чужеродная. Она тяжелая, потому что она не совпадает с ее энергиями. Она вразрез идет с ее энергиями. Это любая энергия гуманоида или ящера. Она идет вразрез. Ящера энергии еще и отравляет. Впрочем, как и гуманоида. Инсектоид, как долго ты находишься в этом биополе? Три года с половиной. Три года. Хорошо. Три с половиной года. Сколько инкубаторов у тебя установлены в настоящий момент в ее биополе? Один. Один. За три с половиной года сколько ты уже инкубаторов выпустил? Это же не первый раз, когда ты потомство делаешь. Правильно? Один. Один. Хорошо. И переходим к Бесу. Бес. Какой у нас Бес? Девять. Девятигерцовый Бес. Бес, что ты делаешь в этом биополе? Присутствую. Не понимает он вопросов. Хорошо. Давай начнем с того. Ты имеешь контракт с Катриной на пребывание в этом биополе? Нет, он не имеет. Он показывает, что он расставил. Капканы? Капканы в квартире, да. И у него есть капканы. В один из них она попала. Он выходит, заходит, собирает энергию. Слово идет «жалость». На жалость давишь? На жалость это то, что… Да. Он давит на жалость. Понятно. Хорошо. Это его черта. Это его чистота. Поэтому он присутствует здесь. Зашел он в квартире. Жалость делает ее слабой. А он тянет эту струну. Я полагаю, ты присутствуешь в квартире. Он показал, что у него там ловушки, через которые она попалась. Все понятно. Ждем окончания реверса. Реверсы кончатся. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Катрина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что ее похитили. Все, что не изъяли. До последней капли возвращает Катрина себя обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Забираем из голограммы частички ДНК, частички души. Весь биоматериал. Все родные энергии. Все, что на чистоте Катрины находится мощным потоком, пошло назад. Инсектоид в квартире не присутствует. Гуманоид. Там твои платы стоят. Я об этом знаю. Ты это подтверждаешь? Не совсем платы. А что это такое? Я просто, когда сканировал квартиру, аж неприятные такие пошли разряды. Что это было? Накопитель? Что-то другое? Он не знает, как выразить слова. Идут как вентилятор или какое-то устройство, которое крутится. И вибрации от него идут. Понятно. Оно крутится, от него идут вибрации. И эти вибрации, получается, я чувствовал. Хорошо? Мне этого достаточно. Реверс окончился. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Начнем вот с ящера. Ящер, у тебя есть что-то в биополе? Катрины? Он имеет связи с биополем. У него есть биоматериалы, часть души. У него? Хорошо. С которой он лепит копию. Хорошо. До этого момента... Воюет. Воюет, он говорит. Кто воюет? Воюю копию. Вояю. Вояет. А, он себя считает творцом? Именно так. Понятно. Для того, чтобы душу унижать, правильно? В вашем мире. И посылать на рабские работы. Почему он ее может корректировать? Он может... Он как лепит ее. Понятно. Хочет, так и сделает. Хочет, уродливо сделает, хочет. Давайте говорить в прошедшем времени. Потому что через несколько минут я верну все эти частички души, весь биоматериал назад. И на этом твое глумление над душой закончится. И начнется ответственность за твои деяния. Начинаем с вытаскивания. Итак, ящера, ничего нет. Гуманоид. У тебя что-то осталось в биополе, что я еще не вытащил? Да, есть. Тебе выходить не надо, вытягивай все. Как ты закончишь, доложи о готовности к проверке. У него в короне, в коронной чакре есть. Такой, как диск. Да. Узкий сверху и немного шире по краям. Да. И он связан с этим устройством в квартире. Он реагирует на эти вибрации. Хорошо, это устройство идет, выходит. И отправляй его в отдельную клетку. Готово. Инсектоид, выходи, вытаскивай инкубаторы. Крепление, ничего не забывай, возвращайся назад. Есть. Бес, твоя очередь. Выходи, отключайся полностью, ничего не забывай. Скажем, есть лярвы биополикатрины? Затемнения? Присутствуют. Хочешь получить их? А что именно присутствует? Лярвы... Если ты выдавишь. А, понятно. Хорошо, ты присутствует там лярвы или... Затемнения темные. Хорошо. Вытаскивай сначала все, закончишь с кашми. А с ног снимает он капканы какие-то. Хорошо. Готово. Включай внутреннюю белосветку Трине. Один, два, три. И она выдавливает все затемнения, находящиеся в ее биополе. Один, два, три. Все это выходит, формируется перед ней в шар. Это голова, горло, грудь. Хорошо. И шар. Ты это имел в виду без? Да. Забираешь? Да. Отправляю без. Хорошо. Инфектоид все убрал? Это груз и усталость. Инфектоид все убрал. С гуманоидом мы решили. Голограмма в клетке. И ящер уже сказал. Сканер, дай мне полноту души на настоящий момент после реверса. 98. Так и есть. 2%. Идем дальше. Переходим к рассинхронизации. Дай команду Катрине на рассинхронизацию себя с бесом, инфектоидом, гуманоидом, ящером и их голограммой. Пошла рассинхронизация до 100% и заканчивается автоматически. Здесь информация идет. Гуманоид с ребенком связан. Вот как. Ты в нем что-то установил? Ты ответственен за то, что он не разбивает? Говорит, что он поймал его. Гуманоид. При родах. При родах поймал. Как это мне понимать? Ты не поймал, а ты напал на него. Расскажи эту ситуацию. Но он показывает шею ребенка. Так он его и поймал при родах. Прям в родильном доме? При его родах. Все понятно. Хорошо. Будем разбираться. Да. Готов. Включаем внутреннюю белосетку 3. Не этим сетом она выдавливает. И все негативное патогено-низкооперационное чужеродное. Остаточная энергия на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел. Энергия выходит. Формируется в шар. Да, есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро. И шар уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Даю команду скенеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Она как-то дышит по-другому. И как будто воздуха не хватало. И сейчас она хочет наполниться им чисто. Помогаемая энергия стегнуть все каналы. На счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Бес, ты не присутствуешь в квартире? В смысле, в ребенке. В квартире ты присутствуешь? Нет, он не присутствует. Ты один в квартире или есть демон? Или черт? Есть черт. Я тебе сейчас открываю портал в квартиру. Собирай все, что ты оставил на своей чистоте. После этого один из вас покажет мне порталы. Я соберу весь негатив в этой квартире и поделю между тобой и чертом в дорогу Адамбам. Все понятно? Да. Открывается портал в квартиру, где живет Катрина. Бес уходит туда. Закрывая, печатая, растворяя. Инсектоид. Ты больше никогда не придешь в это биополе. Тебе понятно? Понятно. Открывает вверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. И он забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Катрина, вам не хватает 2% души. Вы это понимаете? Да, я слышала. Вы желаете вернуть свои 2% души? Очень желаю. Сконцентрируйте себя на этом намерении. Сейчас я выстрою канал к вашим частичкам души и вашему биоматериалу. И мы притянем назад все, что вас украли. Вы это поняли? Да, я готова. Выстраивается прямой канал от Катрины к частичкам ее души, где бы они ни находились. 1, 2, 3. Ставлю тебе монитор. Посмотри. Ну, это небольшая такая копия. Копия. Недоделанная. И забираем из этой копии частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте, Катрина находится мощным потоком, пошло назад. Усилие потоки в 50 раз. Здесь какая-то ясность мысли в виде биоматериала возвращается. Что-то вверх, в верхней части головы и душа, частички души возвращаются. Слово идет по праву. По праву. Готово? Сжигай этот канал. На счет 3, 1, 2, 3. Сожжено. Хорошо. Так. Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. Лия, на связи. Приветствую. Приветствую тебя, Лия. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь ситуация. Гуманоид с Уты 5 лет находился в биополе, продал 2% души ящеру, 280-му находится у нас. Мы забрали эти частички души, всего было 4% души, 2% еще находились в голограмме. Сейчас у нас еще осталась следующая ситуация. Гуманоид подключенный к ребенку, у которого у него установлена конструкция, скорее всего, на горло. Ребенок не разговаривает в этом возрасте. И вторая проблема, он еще установил какой-то прибор в этой квартире. Если ты хочешь, я могу его притянуть, если не нужен, я его уничтожу. Там какой-то вентилятор, который рассеивал эти энергии. На данный момент мы заберем ящера. Хорошо. И уничтожим голограммы. Под голограммой, открывая воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Ты имел, закрывая печатай, растаряя, ты имела в виду еще и голограмму у ребенка, да? Нет, я имела в виду то, что подключки какие были здесь. Хорошо. Гуманоиды оставь пока. Хорошо, договорились, я потом тебя позову. Добрали ящер. Хорошо, поехали дальше. Выходит эмпо-герц, пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Катрина, мы закончили вашу чистку. Как вы чувствуете себя сейчас? Очень приятные чувства. Чувствую очень уверенно себя. Спокойно и гармонично. Отлично. Сейчас мы переходим к чистке вашего ребенка. Мы на месте. Мы приветствуем Лео, он идет к маме. Мы спрашиваем у мамы разрешение на диагностику и чистку Лео. Да, мама дает разрешение. Хорошо, посмотри визуально на эту конструкцию. Но у него на голове какой-то шар, как скафандр. Понятно. Скэнер, разрежь этот скафандр. Выводи все, что находится на чистоте гуманоида и этой конструкции. Все чипы дать. Еще он какой-то пустой. Пустой? Проверь, сколько души у него. Хорошо. Скэнер, дай мне полную душу. Лео, на настоящий момент. 68%. Гуманоид, это уже убийство, то, что ты здесь делаешь. Этот скафандр вышел. Отправляй его в клетку-тюрьму. Итак, я тебя слушаю. Должен он у меня. У тебя есть контракт с ним? Мы не заключаем контракт. Долг он имеет. Если какой-то долг есть, он должен находиться в его биополине, правильно? Он должен как-то отобразиться в контрактах, в каких-то обязательствах. Внеземной жизни должен. Внеземной? Значит, тогда ты мне будешь объяснять всю эту историю. Если я не смогу прочитать сам, я к тебе обращусь. Итак, даю команду, значит, три скэнера сканирует пространство над головой Лео под ногами, 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует систем тонких тел Лео, находит все. А здесь черт, кроме гуманоида, и он показывает, он его щекотал. Это черт его щекотал, понятно, да? Все. Значит, черт и гуманоид, хорошо. Так, здесь надо подумать. Здесь идет информация от гуманоида, что он физическое тело оставил и часть души, чтобы ему можно было присутствовать на земле. Присутствовать, но не жить. Это месть. Он ему за что-то мстит. Хорошо, Вера, ставим монитор в комнате диагностики. И пошла эта ситуация. За что мстит гуманоид Лео? Гуманоид, ты же понимаешь сразу, что ты становишься врагом этой цивилизации, которую ты сейчас мстишь. Я надеюсь, тебе это понятно. В общем, здесь идет как... Здесь корабли, корабли, космические корабли. В одном из них, я так понимаю, это Лео. Какой он организации принадлежал? К своей цивилизации? Или он работал в межгалактической полиции, или был военным, кем? Космические странники, идет слово. Космические странники. Нет, они принадлежат к цивилизации, но здесь он не принадлежал ни к полиции, ни к военным. Он космический странник. И чем он так навредил гуманоиду? Не туда они залетели. У них начались, как сказать, перестрелки, наверное, от одного корабля к другому. Да. Получилось, что корабль... Естественно, Леоне один путешествовал, здесь есть другие существа, я их назову. Да. А вот и сбит был этот корабль, или он очень повредил его, гуманоида, и многие погибли там. Гуманоид, кстати, потерял тоже очень много там своих энергий. Именно за это он обместит. Он долго восстанавливался потом. А в чем была причина конфликта? Кто на кого напал? Не туда они зашли. Понятно. Зашли они не на те территории. Это наши территории. Хорошо. Если они ошиблись, вы могли их на них не нападать и добровольно их отпустить? Или вы решили войну устроить? Зачем? Если можно их поработить. Вот ты ответил сам на эту ситуацию. Ты хотел их поработить и поработил их таким образом. Не я. А кто? Моя цивилизация. Значит, ты представляешь тогда заказ своей цивилизации? Место, куда они зашли. А ты не за себя мстишь, не за свою потерю энергии? Ровно столько энергии я потерял. Сколько ты... Теперь от него было взято столько же процентов души. Ты не мог эти проценты души себе вставить. То есть они находятся где-то в каком-то сосуде. Они находятся где-то в каком-то месте, в каком-то сосуде, правильно? У меня находятся. В тебе находятся? Это мой приз. Хорошо. Я тебе могу показать твой приз. В моих руках появляется шар с живой плазмой. Вот твой приз. 32% души я сегодня заберу. Как я это забираю, ты это видел? Очень быстро. Но этот шар ты получишь в подарок от Лео. Если я спрошу Лео, и он скажет, да, я изъявляю желание отдать живую плазму гуманоиду. Что от твоей мести останется, скажи мне? Это мой трофей. Это не трофей, это глупость. А месть это вообще самая большая глупость. Тебе этого не понять. Ты не видел света, ты не понимаешь свет, ты не понимаешь этого всего. Поэтому говорить с тобой можно только в ограниченных размерах. Очень даже видел. Эти 32% светятся. А вот кто здесь не говорит, это еще вопрос. И кто здесь не говорит? На ребенка показывает. Лео, ты понимаешь ситуацию, которая сейчас происходит? Нет, он не понимает. Ребенок не помнит. Ему стерта памяти. Что ты от него хочешь сейчас? Начинаем с реверса энергии. Он имел в виду, что он не разговаривает. А, в этом плане. То есть ты забрал у него голос с этими 32%? Он не может развиваться полноценно. Но это серьезное месть. Это серьезное месть. Хорошо. Даю команду тонкой копии Лео. Мама помогает. Спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоаберационную энергию в его биополе. Каналы выстроились. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены, низкоаберационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Лео. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. От него возвращается к гуманоиду. И усилию потоки в 100 раз. Почему только к гуманоиду? Ах, и у нас еще черт есть. Какой у нас черт, кстати, Вера, посмотри, пожалуйста. Пять. Пять. Ты пришел из квартиры, да? Вместе с бесом там гуляешь? Да. Носочки на ребенке оставил? Сказал, но вообще катал. Ничего не оставил. Ни большие нитки какие-то. После чего-то ты хорошо это все потом уберешь, когда я дам команду, после этого я тебя отправлю в квартиру. Потом ты мне все порталы покажешь в квартире, я их закрою и соберу весь негатив, тебе и бесу в дорогу. От гуманоиду возвращается программа какие-то, которую он вставил в ребенка, запрограммировал его на действия, как действовать, выложил в него. Знаешь, гуманоид, у меня огромное желание, но, к сожалению, мне нельзя его делать сейчас, потому что с тобой будут большие разговоры. Я на тебе мог бы сейчас провести эксперимент и все твои программы перепрограммировать в обратное направление. Ты бы никогда их не снял больше. Ты был бы точно таким же полусумасшедшим и ходил бы, ходил бы, летал бы по галактике, но тебе всегда бы не хватало чего-то. Но я не буду этого делать, поэтому не беспокойся. С тобой совсем другие планы. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Лео забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли, возвращает лео себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилий потоки в сто раз. Посмотри, что идет. Он из него овощи делал на земле, понимаешь? Овощ называется это слово. У него какая-то пленка, как на голове, что ли, и она не дает вернуться энергии. Голова и на шее перетягивают ее. Разрезаю эту энергию, вернее, эту пленку, выложу ее из биополя вместе с ее энергиями. Она как прозрачная вышла. Хорошо. Отправляю в клетку тюрьму. Хотя было огромное желание одеть эту пленку на гуманоиды, но она еще нужна. Все пошло назад, посмотри. Да, сейчас у него идут энергии головы именно. Три верхние чакры. Готово? Хорошо. Начинаем с вытаскивания. Сканирует рана. Черт, выходи, снимай все, что ты оставил в биополе. Затем мнение есть у ребенка. Черт. Да, вокруг головы. Он снимает с рук, как кулаки показывает. А он делал... Это красная энергия здесь. Он делал воинственными, то есть драться хотел или как-то реагировать. И снимает с ног небольшие такие, как нитки. Хорошо. Все понятно. Хочешь получить негатив? Хочет. Забирай. Возвращайся назад. Готово. Хорошо. Скэнер, просканируй сейчас Лео на частоте гуманоида. Его подключик. Не осталось ли что-то незамеченным, что мы еще не вытащили? У него не осталось, но у него очень повреждена вишутка, горловая чакра. Она как продавлена. Какие дадим ему энергии? Или в процессе заправки это сделаем? Да, там нужно будет больше вибраций. Хорошо. Сделаем, тогда отложим это. Даю команду на рассинхронизации Лео. Мама помогает с чертом, гуманоидом и его артефактами. Пошла рассинхронизация до 100%. Надеюсь, такая связь к гуманоидам. Пока душа не вернулась, рассинхронизация невозможна. Останавливаем этот процесс. Хорошо. Стоп. Итак, я обращаюсь к маме Катрина. У Лео не хватает огромное количество души. Ему не хватает третьей души. 32%. Сейчас вы должны помочь своей энергии. И Лео это прекрасно понимает. Лео, ты хочешь вернуть свои 32% назад и начать говорить нормально? И развиваться нормально? Он с мамой договорился до воплощения? Да. Что мама сможет помочь ему разобраться в этой ситуации? Вот этот момент. И две души договорились. Вот этот момент и настал. Это сейчас происходит. Вы готовы оба? Готовы. Выстраивается от Лео прямой канал к частичкам его души, где бы они ни находились. 1, 2, 3. И Лео забирает по праву частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. И все, что на его частоте находится, по праву забираем назад. 1, 2, 3. Пошел мощнейший поток. Все назад. Здесь какой-то такой сосуд. Он прямоугольный. И в нем вот эта энергия, она светящаяся. Мы его разбили. И когда ты сказал, да, мощнейший поток, она как разлетелась, этот сосуд, в разные стороны. Отлично. Мы все правильно сделали. Ему вернулась часть души, и вернулась она как стержень у него, идет через верхние чакры. Там, где у него продавлено было, да? Да, верхние три. То есть она как достроилась у него. Все вернулось? Да. Скеннер, дай мне полноту души, Лео, на настоящий момент. 100%. Отлично. Уже лучше. Даем команду на рассинхронизацию. Лео с гуманоидом и чертом, и артефактами гуманоида. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Все, Лео, ты полноценный теперь. Он показывает, в квартире, в спальне стоит... Вентилятор этот? Да, вентилятор. Он прямо посередине, где лампа, круглая лампа там какая-то. Тоже как вентилятор, и он крутится. И вот он очень влияет на него, этот вентилятор. На астральном плане? Да. Хорошо. Рассинхронизация закончилась? Да. Выстраивается прямой канал сейчас в квартиру, где живет Лео и Катрина. И с силой моего намерения я притягиваю артефакты, все артефакты гуманоида в клетку-тюрьму. Один, два, три. Все его вентиляторы, если есть платы, любые другие артефакты летят в клетку-тюрьму. Вместе с энергиями, которые они там оставили. Этот вентилятор, он контролирует ребенка. Вот эти программы, которые в нем были, он их поддерживает. Контроль над ними. Понятно, где он. В клетке. Вентилятор. Вентилятор. Отлично, сжигаю этот канал. Хорошо. Он видит этот вентилятор, и у него как-то горность к нему. Не бойся, Лео, не бойся. Слышится, что ли? Он уже выключен, все, навсегда. Я не думаю, что до конца твоей жизни этого гуманоида отпустят. Вышел шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, этот шар уходит на переработку. Закрывая, опечатаю, растворяю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаю моей энергией сжечь все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал, отсюгивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, опечатаю, растворяю. Хорошо. Итак, черт, я тебя отправляю в квартиру, собирай все, что я оставил. Я прихожу, проверяю, собираю негатив, отпускаю первый раз на твою чистоту. Все понятно? Да, понятно. Выстраивается прямой канал в квартиру. Лео, 1, 2, 3. И черт идет в этот канал, в этот портал. Закрывая, опечатаю, растворяю. Я прошу Лео выйти со мной на связь. На связь. 32% души он украл. Это месть из прошлой жизни. Мы все вернули назад, забирая этого паразита. Еще вентилятор у нас находится, который им руководил. Он в квартире стоял, мы его тоже в клетку притянули, если он тебе нужен. Гуманайот хотел поработить его в прошлой жизни, потому что они не туда залетели. Но потерпел сам поражение свое. И, соответственно, в этой жизни он решил ему, так сказать, эти 32%, которые он потерял в прошлой жизни, забрать и наказать ребенка. Ребенок до сих пор не говорит. А гуманайда забирают? Конструкцию уничтожим? Под конструкцией, открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, опечатая, растворяя. А вентилятор? Это есть конструкция. А, это есть, понятно. Хорошо. Просто не видел в форме вентилятора еще. Забрали. Хорошо. Аж облегчение почувствовалось. Поехали по частотам. Переходим на чистоту. Магическое воздействие для таковой силы было проявляется. А здесь почему-то выходит вот этот вентилятор. Это магия была. Этот фантом. Да. Хорошо, это была и магия. Открывается воронка в галактическое ядро и выкидывает этот фантом на переработку. Закрывая, опечатая, растворяя. Он остается фантомом. Все будет хорошо, Лео, не беспокойся. Самое страшное уже позади. Терпеть не могут. Дай титула, ревезут к детям. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, магнит уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. Я вот не знаю. Хорошо. Давай поставим маячок сейчас зеленый-красный. Если есть какие-то активные контракты в биополе, Лео загорается зеленый маячок. Если нет, красный. Какого цвета маячок? Красный. Значит, ничего нет. Хорошо. Значит, он не заключил контракт, но проверить нужно было. Хотя он должен по своему волеизъявлению обратиться к нам после 16 лет. И тогда мы можем проверить его на контракте. Но на настоящий момент ничего нет. Я побеспокоился только из-за того, что гуманоид там мог что-то написать. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Лео. Мы закончили твою чистку. Ты получил 32% своей души назад. Этот гуманоид с вентилятором ушли навсегда. Никаких мстителей больше не будет. Как ты себя чувствуешь? Как будто кожа другая. Он показывает себе все по-другому у него. И он хочет маме сказать два слова. Пожалуйста. Он ей очень благодарен. Отлично. Хорошо. Мама получила. За все, что он делает. За то, что он здесь сейчас на чистке. За все, что она делает на физическом плане для него. Отлично. Мы это все передадим. Когда ты заговоришь? Сейчас тебе уже ничего не мешает. Начиная потихонечку. Очень трудно физическому телу будет перестраиваться. Здесь очень большая работа мамы. Должна быть именно по визуализации этих энергий. И представлять, как эти энергии вся чакра наполняет. Особенно три верхние. Именно раскручиваются. А как вибрируют они. Это при заправке энергии. Расширяя энергии, как поля вокруг физического тела и обязательно гармонизировать. Тогда у него руки, ноги, все будет гармонизировано. Ни хаотичных движений, ни будет гармонизация. И как разговаривать с тонким телом обязательно нужно будет первое время, чтобы напомнить, что его стержень и душа, они на месте. И у него нет больше вот этого впадины в горле. Там есть энергии, вибрации. То есть он как вспоминать будет физическое тело, что у него все в порядке. Синхронизируется с тонкими телами и перейдет вся эта энергия. Он забудет, как страшный сон, что им управляли. Отлично. Это все мы передадим маме. Она это все уже услышала. И на физическом плане, я думаю, мама в состоянии защитить своего ребенка этими командами. Цифры для заправки энергии мы дали 190% и 14 Гц. А для коронной чакры третьего глаза и голосовой чакры поднимаем до 16 Гц. Здесь нет информации, что эти цифры, они для обычного ребенка, 4-летнего, немного завышены. Но ему они именно нужны сейчас, чтобы разбудить это тонкое тело и соединить его с физическим. Когда мама увидит изменения, и это будет видно по спокойствию и гармонии ребенка, она может немножко поменьше сделать. Хорошо. Если прислушается, она услышит правильные цифры. Если прислушается, если сделает запрос и услышит правильные цифры. Я благодарю куратора за эту информацию. Хорошо. Итак, Лео, все будет у тебя нормально. Возвращаем сейчас Лео и потом возвращаем Катрину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!